привет сегодня будет дорожный блок мы с моим напарником шумахером вот он тут сидит отправляемся в уфу к моим родителям на дачу проехать предстоит 1300 километров поеду я по трассе m7 лариса к нам присоединиться позже я думаю понятно почему потому что тут только мы с моим штурманом помещаемся который грызет клеенку все остальное занято много вещей надо отвезти и наши вещи которые нам пригодятся потому что дальше мы поедем в краснодар после уфы стал сегодня в 4 утра но пока перетаскал все вещи это половина вчера перетаскал все равно уже доходит 6 часов все я готов дорога предстоит дальние выезжаю я много раз ездил уже по этой трассе m7 довольно хорошо ее знаю расскажу в каком сейчас она состоянии сколько у меня займет времени чтобы доехать до уфы сколько потрачу денег но обо всем этом будет в конце видео конечно же вчера я заправился вечером на заправке на 900 рублей сейчас бак полный выехал на щелковское шоссе нужно на шоссе энтузиастов на трассу m7 но там уже с утра пробки несмотря на то что раннее утро машин уже полно в подмосковье сегодня суббота многие едут на даче погода отличная солнечная теплая навигатор мне рисует все новые новые маршруты какими-то окольными путями потому что на трассе м7 там рабочие но дорожные работы где-то идут и пишет что на 30 минут быстрее так будет вот едем полями в общем доехал до ногинска первый раз он меня так повел кольными путями вообще лесом ведет каким-то закоулками так вот пробки объезжать походу я выйду на м7 уже где-то перед владимиром параллельно еду на гинск завод старый фабрика какая-то торговый дом морозовский явно тут была какая-то раньше фабрика или завод в общем он меня практически цирк через центр ведет выставочный зал литейно-механического завода ну вот въехал я во владимирскую область киржачский район московская область закончилась до первый раз я так еду что меня навигатор ведет окольными путями обычно всегда по м7 но надеюсь хоть что-то я выиграю того что я тут еду потому что там ремонт и хоть чуть-чуть но будет побыстрее скорость тут средняя очень не быстро но зато едем постоянно там ремонт и там стоят заехал в город киржач сюда мы ездили на рыбалку на одноименную речку видео можете посмотреть по ссылочке будет в описании 83 километра уже проехал от дома но это только начало а вот и киржач сам течет доехал я до кольчугина и сейчас показывает 62 километра до трассы м7 все наконец-таки выбрался я на м7 в районе уже объездной владимира проехал 185 километров расход средний 6 2 показывает по компьютеру идем на нижний новгород были в владимире проездом когда ехали в суздаль ну немножко там поснимали поэтому видео есть на канале можете посмотреть по ссылочке в описании сразу после поворота на объездную идет участок километров 15 где по одной полосе в каждую сторону дальше дорога расширяется до двух полос ну и качество дороги хорошее кажется впереди назревает пипец яндекс говорит что пробка на 29 минут 4 километра в общем как обычно летом ремонтные работы сужение дороги пробки пока стоим в пробке можно и youtube чик посмотреть закаченные заранее потому что связь тут не позволяет мобильная вот и причина пробки прошло где-то минут 25 ехал до города вязники тут я обычно заправляюсь на лукойле сколько тут я же всегда заправляюсь залил полный бак на 975 рублей это первые траты в этой поездке не считая вчерашних шуми как дела спишь там смотрю хорошо устроился владимирская область закончилась начинается нижегородская деревни мячково здесь есть кафешки вполне неплохие если уже хочется есть то можно остановиться они тут практически в каждой каждой деревушке на этих 50 километрах дальше будет меньше поэтому лучше тут ну а я буду кушать чуваши поэтому пока еду перекусываю бутербродами еще тут прямая дорога поэтому любят стоять на пояснике так как есть населенные пункты с ограничениями 60 40 надо иметь ввиду ну и камеры тут тоже стоят практически в каждом населенном пункте проехал а я сейчас уже 375 километров средний расход показывает 5 и 9 и температура за бортом 25 градусов опять слушаю навигатор показывает как объехать пробку которая на полчаса на основной трассе но здесь не очень большой объезд как в прошлый раз какой тут красивый лес сосновый на основной дороге оба ряда занимают фуры из из-за них пробка а им сюда нельзя на эту дорожку поэтому здесь и свободу шум держись дорожка не очень хватайся лапами за все что можешь все возвращаемся назад на трассу въехал ремонт прикольно пять минут потратил вместо получаса туда идет дорога на объезд на объездную нижнего новгорода я еду в сам нижний новгород потому что опять же навигатор показывает что так будет быстрее на объездной тоже ремонт через нижний я уже так ездил то есть он периодически когда на объездной пробке он рисует через нижний новгород поэтому тут это в принципе нормально то что и по расстоянию поменьше получается и по пробкам проехал я 420 километров до нижнего средний расход сейчас 5,7 показывает узкая тут разметка прям по ширине машины вровень как в Европе трамвайчик в нижнем тоже старенький как и троллейбус а вообще эта дорога такая объездная промзона смотреть тут особо интересного нечего не через исторический центр к сожалению зато проезжаем мост через реку Аку она тут широкая красивая мост высокий выбрался назад на трассу М7 в Кстово и сразу встал в пробочку в Кстово можно постоять в пробке также сходить в торговый центр строительный закупиться в другом торговом центре и сходить в Макдональдс да дорожка уже пошла не такая комфортная как только пошли горки вверх вниз сразу расход увеличился 6,2 стал был 5,7 пол литра можно перекусить до обеда еще пару часов езды до обеда еще пару часов езды да будешь кушать как те там едется сзади кондиционер хорошо работает замечаний нет босс достаточно и так все и с всем на границе Нижегородской области и Чувашии. Это радует. Во-первых, потому что это практически плюс-минус середина маршрута до Уфы. А во-вторых, в Чувашии, как только проезжаешь границу с Нижегородской областью, если едешь из Москвы, находится кафешка Талгар называется. Очень вкусная. Всегда там останавливаюсь. И когда туда еду, и когда назад еду. Ну, кстати, у них с двух сторон дороги кафе одинаково называются. Еще там отель есть. Я как-то даже несколько раз там ночевал. Ну, отель обычный. Ничего особенного. Но кормят вкусно, недорого. Здесь всегда много фур, потому что тут лучшее место, где можно покушать. Где много фур, там, значит, вкусно и недорого. Дальнобойщики знают, где обедать. Вкусно перекусил. Кафе работает. Все нормально. Единственное, что только на террасе. Внутри все столы убрали. И все в одноразовой посуде. А так, как было вкусно и недорого, потратил я 250 рублей за первое, второе. И, кстати, тут дешевый рыболовный магазин еще есть. И с этой, с той стороны накупил всяких штук. Тоже недорого. Вообще тут копейки практически стоят. Сразу после кафе начинается пробка. Довольно длинная. Там ремонт моста. Ну, здесь она всегда, часто бывает. В ту сторону из Москвы старый мост, назад новый мост. Через новый пробок обычно нет, а старый он там постоянно ремонтируется. Узкий, поэтому туда пробок всегда. Перекопали тут все в Шупашкарах. Это объездная Чебоксар. Раньше тут был пост ГАИ. Сейчас тут, видимо, будут расширять дорогу. Все копают. Из-за этого небольшие пробочности. С учетом того, что я сильно не гоню и еду более-менее равномерно, средний расход у меня сейчас 6,3 показывает. Это при том, что кондиционер еще работает всю дорогу. Стараюсь ехать 100-110, потому что машина груженная. Там напарник будет прыгать, переворачиваться, если я буду сильно по кочкам гнать. Поэтому расход хороший. Сейчас заезжаю на Лукоил. Надо дозалиться до полного опять. Так, заправился 92-м 25 литров на 1109 рублей. Все, Чуваша кончилась. Начался Татарстан. Проехал я 740 километров. Скоро будет Казань. Вот самое красивое место на дороге между Москвой и Уфой. Это перед Казанью. Такие разливы. Большие Волги. Жалко, чуть-чуть не успел. Солнце уже за горизонт ушло. На закате тут очень красиво. Добрался до Казани. Время не до самой Казани, до ее объездной. Дорога не через город идет. Уже практически стемнело. Кстати, на канале тоже есть видео из Казани, как мы там гуляли. Можете посмотреть по ссылочке. На Казанской объездной нужно соблюдать четко скоростной режим, потому что очень много камер всегда было стационарных, переносных любых. Вчера не стал снимать, села батарейка на камере, заселился на ночь в гостиницу в Мамадыше, проехал 970 километров и как бы все уже стемнело, уже тяжело было ехать, много ремонтов довольно-таки. Вообще редко получается когда доехать на одном дыхании, как говорится. Поэтому становился тут, осталось мне еще 390 километров, сейчас позавтракал, кстати, хорошая гостиница, недорого, 1200 с завтраком, отличный кондиционер есть, все есть, в центре Мамадыша находится. Единственное, вот этот шум с утра начался, я спал с открытыми окна и пришлось закрыть, потому что вообще невозможно, какая-то котельная или что-то непонятное. Как там шум? Мамадыш небольшой городок, но такой чистый, аккуратный, красивый, центр довольно приятный, он так на горе находится, вид хороший, красивый, даже Эфелева башня своя есть. Ну, а мы с напарником едем дальше, до точки назначения осталось 380 километров. Погода отличная, уже с утра жарко достаточно, чувствую, днем будет жарковато. из-за того, что дороги стали более плоские, так скажем, расход опять чуть-чуть уменьшился, стал 5,6. Когда мы путешествовали по Европе, видео есть на канале с нашей поездки, там расход был средний, больше, потому что там мы ездили 120, 130, по автобанам так вообще там и 140 было. и вот разница чувствуется, если едешь 100, 110, 90, то расход вообще падает там до 5,5, если ровная дорога, без горок. Это еще с кондером. Когда мы ездили по Европе, мы даже кондер, по-моему, не каждый раз включали, потому что было прохладно временами. Заехал в набережные Челны, это последний крупный город на маршруте. Надо тут заправиться третий раз и уже ехать до конца маршрута. Здесь производят КАМАЗ в набережных Челнах, это по сути промышленный город, ну и вот объездная тоже такая по промзоне. Заправился на 920 рублей, 21 литр залил. Проехав 1185 километров, я наконец-таки заехал в Башкирию. Сразу тут ремонт начинается. Ну, вообще на дороге очень много ремонтов. Вообще от набережных Челнов до сюда километров 200. Узкая однополосная дорога, много знаков. КАИшники надо аккуратнее, много обгонов запрещено, они как бы и стоят, ловят. Практически до Уфы широкой дороги не будет. Идет однополосная в каждую сторону. И ремонт много, поэтому, конечно, в этот раз подольше у меня заняла поездка. Зимой, когда езжу, то, казалось бы, ну, дорога там гололед, снег бывает, но все равно доезжаешь быстрее, потому что нет ремонта. То есть пробок практически нет, на трассе. Судя по тому, что сбоку откопали, будут тут расширять наконец-таки. Сколько лет тут такая узкая дорога, только вот сейчас начали по бокам откапывать, хотя ничего не мешало, потому что тут с боков поля копай не хочу. Чуть-чуть осталось, потерпи. Каких-то 180 километров. На, яблочко будешь открепиться на яблочко. яблочко. Вкусняха. Вот еще потом найдешь там. за 83 километра до дачи и где-то за 50 до Уфы плюс-минус начинается вот уже широкая трасса. Еду, слушаю книгу аудио, книгу скачал, называется Sapiens. Довольно-таки интересная вообще про человечество, происхождение, про людей, психологию, привычки и прочее. И вообще как все устраивалось, как сейчас все устроено. Ну, интересно, интересная книга антропологически-психологическая. Ура! Ура! Мы и добрались с напарником до дачи. Проехал 1350, 1360 километров от дома до дачи. Погода отличная, 30 градусов жары. Мама встречает машет ручкой. Ручкой Ручкой